Цель республиканской акции «Дом без насилия» – привлечь внимание к проблеме насилия в семье и расширить меры воздействия к правонарушителям, а также информировать граждан, оказавшихся в непростой ситуации, о предоставляемой помощи. Ведь уже в этом году на территории области сотрудниками милиции зафиксировано 1266 случаев административных правонарушений в сфере домашнего насилия. На территории Брестской области сотрудниками органов внутренних дел проводится республиканская акция «Дом без насилия». Правоохранители направляют свою деятельность на предупреждение о домашнем насилии, на реагирование на сообщения о преступлениях, административных правонарушениях в сфере домашнего насилия. Мы особо акцентируем внимание, что данную тему скрывать не нужно. Необходимо обращаться в правоохранительные органы, если дома у вас что-то происходит не так. А именно, ваш супруг, к примеру, злоподобляет спиртными напитками, либо в отношении вас совершается психологическое, какое-то физическое насилие, высказываются угрозы совершения противоправных действий в отношении вашей жизни, не дай бог лишения жизни. Мы призываем граждан к тому, чтобы никто не стеснялся, не боялся, звонили в милицию и сообщали о том, что в отношении них, их супругами или поблизкими родственниками совершается насилие, угроза убийством и иные действия, которые могут причинить им различного рода вред. По одному из адресов в списке подлежащих контролю лиц нас ждала распахнутая дверь. Маленькие дети одни играли на улице, за ними из дома якобы присматривал пожилой человек. В социально опасном положении они оказались потому, что старшие ребята уже попадались на краже, а также вместе с друзьями подожгли диван. Я пришел в кухню и уже диван калил. Это с первого этажа, там есть тетя Таня, и там у них есть сын и дочка. Дочка где-то 10-11 лет, а ему где-то 5-6 лет. И он подождал к дивану. Еще одна семья, где воспитывается 9 детей, страдала от домашнего насилия. Отец выпивал, скандалил, поднимал руку. Но после визитов участковых обстановка в доме стала спокойней. В нашей семье благополучно все утихомирилось, тишина, спокойствие дома стало. А почему вы попали в социально опасные положения? Ну, приезжал наш бывший папа, первых моих детей употребляет алкоголь. Ну, а второй наш папа, скажи, нас защищает. Вот были вот скандалы из-за этого. Ну, сейчас пока он где-то вот втекает, прячется, потому что элементы не платят. Ну, надеемся, что у нас будет все тишина. Выход есть всегда, и если вы стали жертвой домашнего насилия, необходимо обратиться в органы внутренних дел по номеру 102. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Левантович, Новости Бреста.